Здравствуйте! Мы провели у пациента вчера большую консультацию, в принципе, полчасовую, где-то часовую. Ответили на все вопросы родителей, рассказали подробно о ходе нашей манипуляции. И мы сейчас идем встречаемся с вами с пациентами непосредственно снова. Мы стараемся, чтобы наши дети засыпали в максимально комфортных для них условиях. Мы приглашаем в кабинет их обязательно с мамой, предварительно ознакомимся, выясняем, какой мультик они все-таки хотят посмотреть. Мы включаем наш мультфильм над креслом непосредственно, отвлекаем его, разговариваем, беседуем, обсуждаем мультфильм. Очень важно, когда родители говорят с ним спокойным голосом. У него уменьшается чувство тревоги, что все-таки та ситуация, в которую он попадает, она контролируема, что родители ни в коем случае не хотят, как и мы, ему навредить. И все контролируемо и управляемо. Он ложится на грудь к маме, она его нежно обнимает, с ним разговаривает. Даже мы предлагаем иногда, чтобы непосредственно родители сами могли подержать масочку, в которой идет кислород, воздух и севаран. Масочку мы иногда предварительно можем даже смазать специальной вкусной шоколадной пастой, чтобы ребенок мог, например, отгадать, чем именно пахнет ему. В такой вот обстановке он у нас засыпает. Что еще очень важно, на самом деле, мы стараемся максимально закрыть и прикрыть стоматологические инструментарии, весь наш анестезиологический инструментарий, для того, чтобы ребенок не видел инструментов, чтобы он не мог испугаться, не дай бог, это какие-то шприцы, иглы, капельницы. Мы это максимально все прикрываем, закрываем, и когда он заходит, он этого не видит. Ну и дальше, когда он засыпает, мы уже к нему подключаем мониторинг, и дальше ставим периферический внутривенный катетер, это обязательно. Он уже этого не чувствует, потому что уже довольно-таки глубоко спит. И дальше мы переходим к полному обеспечению нашего анестезиологического пособия. Ну и как мы видим, уже наш врач-стоматолог начал непосредственно свою работу. Он выполняет все согласно своему плану. В это время мы, конечно же, все анестезиологические бригады постоянно находимся здесь и мониторируем показатели пациента. Что мы сейчас видим? Мы видим непосредственно постоянную запись ЭКГ. То есть это определяется пульс или частота сердечных сокращений. Мы видим сатурацию. Дальше мы видим один из показателей – это давление, которое измеряется каждые 5 минут, как минимум. То есть интервал мы определяем самостоятельно. Следующее – это термометрия постоянная. И один из показателей – это также определение глубины сна. Это бисмониторинг. Ну и основное, конечно же, еще что хотела добавить – это показатели всей вентиляции, непосредственно как пациент у нас дышит, сколько ему поступает кислорода, сколько выводится углекислого газа. И это обязательные, четкие, мониторируемые показатели. Один из самых частых вопросов, которые нам задают непосредственно родители – это как дышит ребенок во время наркоза. Как правило, по действиям наших анестетиков, дыхание ребенка в наркозе становится более поверхностным, более редким. Поэтому для этого ему помогает аппарат. У нас есть специальный поддерживающий вспомогательный режим вентиляции, которым мы, в принципе, и пользуемся. В большинстве вариантов у нас получается, что ребенок делает самостоятельные вдохи и аппарат их поддерживает.